Вот мы хотим, чтобы все-таки лучше стало. Да наоборот надо помогать, особенно нашему Путину прекрасному, а то только все давление давит. Надо помогать каждому, что-то делать доброе. Надо помочь ему, ему же рано пенсию бедную, а он все... Ничего не рано, а посмотрите какой в Америке-то президент, еле уже соображает, что попало, наговаривает. Здорово. А пусть он поможет Путин Америке, пусть едет возьмет президент. Посмотрите, это такой редко президента, где вы найдете. Такого да. И память прекрасная. Вот тут вообще не поспоришь. И он и спортивный, и он и в хоккей, и он и... Уважаемые подписчики и гости канала РусНьюз, мы с вами находимся сейчас в Барнауле на лыжной базе Динамо. И здесь проходит согласованная демонстрация движения за новый социализм. Кстати, принимают участие в ней не только сами активисты из движения за новый социализм, но также представители демократической оппозиции. И даже если не потерялся сейчас, был парень из штаба Навального. Вот. Демонстрация немного подрастянулась. Ай-да-ай-да. Молодцы, ребята. Проявляют свою гражданскую позицию. Парень из штаба Навального, гражданская, все в нее пробил, все-таки пробил. Вот что толкает вас на активное движение, поднимает вас с дивана? Почему вы считаете, что нужно выходить? Может быть, найдете слова такие, которые человек с дивана посмотрит, и он проснется, скажет, блин, вот эта милая девушка смогла, и я смогу. Милая девушка 30 лет отработала в школе советской, затем захватила российский, конечно, период, и всегда у меня была главной целью делать доброе вечное, невзирая ни на какие деньги, ни на какую там загруженность в работе. Я хотела бы, чтобы общество было таким, как нас учили в Советском Союзе, чтобы было добро, нравственность, мораль на первом месте, а не потребительство, которое сейчас породила наша власть, и во всех областях, во всех отраслях, и науке, и технике, наверное, везде. Уже вот это потребительство нас... Что с нами делает? Губит, да. Это общечеловеческие ценности, которые как раз в любой вере, они все едины. На чем держит сообщество. На чем оно, да, да, они все общечеловеческие, не уби, не укради и так далее, и так далее. Вот у вас написано на плакате «Свобода узникам совести». Можете перечислить, кого вы лично считаете? Это, конечно же, недовольство, что взяли под домашний арест и находится Николай Николаевич Платошкин, но затем уже начали узнавать, и оказывается, таких много людей, и тот же Левченко, и тот же Фургал, и сейчас какие-то репрессии на молодых коммунистов, Екатерина Бондаренко и Ингалычеву, те, которые действительно обвечают правду и находят отклик в сердцах людей простых. Как вы думаете, от народа вообще что-то зависит? От народа, я думаю, зависит все почти. Хорошо-то так, господи. Девчонки, откуда такие мысли? А как по-другому. Вообще от людей все зависит. Людей запугали очень сильно. Так много людей запуганных, которые всего боятся и ничего не хотят вообще. Если бы они знали, что от них все зависит, они бы пошли и сделали. Зарплату маленькую или там пенсионер, все равно же копейки-то какие-то дали. Ну и все, и радуйся, и молчих кивлочок. А если станет скучно, то можно посмотреть телевизор. И там сразу объясняют, что мы живем в самой лучшей и самой чудесной стране, а также в самой богатой. И слово, вот уж по-другому. Пример может быть заразительным, посмотрите. А так зачем вот просто ходить, митинговать? Надо добрые дела делать, а не митинговать.